Под прицелом русской артиллерии Она вот тут лежала, вот тут Мы отправились туда, куда попасть могут далеко не все И своими глазами увидели, как оккупанты стирают с карты украинские приграничные села Мы уже боимся жить тут И попытались понять, отважатся ли россияне вновь открыть Северный фронт Там дальше 3 километра и уже вражеская территория Наш специальный репортаж с приграничной Сумщины Города и села, где без бронежилета и каски быть небезопасно Потому что они постоянно под прицелом российских оккупантов Краснополье – центральный населенный пункт большой территориальной общины в Сумской области Именно отсюда начинается мой путь на северное приграничье На первый взгляд это село ничем не отличается от сотен других в Украине Работают магазины, на улицах машины, люди, много детей На полях уже начинается жатва Но это только на первый взгляд Об опасности и близости врага напоминают вот такие таблички Они здесь почти на каждом шагу И оно понятно почему От Краснополья до украинско-российской границы всего 12 километров Для дальнобойной артиллерии это совсем не расстояние В день нашего приезда здесь хоронят молодого парня Он погиб в соседнем селе от российских обстрелов Вражеские снаряды прилетают в эти места все чаще Вот что они натворили в самом Краснополье Более двух десятков домов были повреждены только за один обстрел Северные приграничные районы были и остаются важным участком фронта российско-украинской войны С одной стороны активных боевых действий здесь не ведется С другой российская армия использует Белгородскую область Граничащую с Умской Для обстрела не только окрестных сел, но и Харькова и его окрестностей Также там пролегают важные логистические пути Позволяющие проводить быструю передислокацию людей и вооружения Но почему именно сейчас РФ усиливает обстрелы? Было такое, что лишь за одни сутки россияне били по этим территориям почти 30 раз Совершенно четко зафиксировано увеличение количества обстрелов начиная с мая К тому же в принципе это было противостояние военных стоявших вдоль границы Но огонь ведется по местным жителям и мирным объектам Мы направляемся туда, где враг устроил настоящий террор На Восток Шумской области, ближе к границе Идут по прямой, как раз прямо по границе Без специальных разрешений сюда не попасть Это крайняя точка на российско-украинской границе, куда может попасть гражданский человек Там дальше 3 километра и уже вражеская территория А слева под постоянными российскими обстрелами живут мирные украинцы Белгородская область, вон там за полем и верхушками деревьев дальней посадки А наш путь в одной из ближайших границ сел – Рясное Отсюда до России, соответственно, и вражеской артиллерии не более 4 километров То есть, по сути, пара секунд от выстрела и до взрыва До февраля 22-го здесь было почти полтысячи жителей Сейчас едва ли наберется пять десятков Ого! Ого! Видели когда-нибудь такую? Бачили какую-нибудь такую? Великую Величезную Валентина – одна из тех, кто остался Ведь огород, на котором растет малина, чуть ли не самая большая в Сумской области Но сейчас туда пытается лишний раз не выходить Очень далеко огород от спасительного погреба Однажды к ней во двор уже прилетела Я как раз только вышла на работу и села в машину уезжать И услышала этот же звук Рядом вы были? Ну да, я же только вышла и только отъехала два метра Услышала звук нечеткий Потому что в машине приглушены немножко Повернулась, а она уже горит Люди побежали, начали тушить этот пожар Скорее всего, во двор упала вражеская мина Как результат, полностью уничтожена хозяйственная пристройка Выбиты почти все окна Как мне рассказали военные, балке было прикосновение к крыше И последовал сразу взрыв Лежали все на крыше у меня эти деревянные балки Чудом во время взрыва не пострадала ни сама Валентина, ни ее соседи А вот это свежее напоминание об одном из последних российских обстрелов в центральной части села Он произошел буквально за три дня до нашего приезда Чудом обошлось без пострадавших У нас пока раненых нет Чтобы оно все закончилось Пусть бы на этом и закончилось Но второй взрыв в тот день натворил бед во дворе Марии Еще одной местной жительнице Добрый день Добрый день, я свиньям насыплю О, у вас поросята есть? Есть, и большая есть Ого, какая огромная Да, продать хотим А сколько она стоит? Да где-то по 80 берут Хозяйка спешит с продажей Говорит, неизвестно, переживет ли скотина еще один обстрел Предыдущий убил много птиц Дома там на огороде были, чистили яму для свеклы И только услышали, я выскочила, муж за мной Только успели заскочить в погреб и сразу открылась дверь И оно бабахнуло Утят погибло 13, по-моему Да и цыплят Вот один без ноги Без ноги Незадолго до полномасштабного вторжения Хозяева сделали в доме ремонт Сейчас он посечен осколками российских снарядов Задел и газовый счетчик Поэтому теперь живут без газа Вот через дверь, вот видите, через дверь вот там пробили в гипсокартон Раньше, говорит Мария, захватчики по селу так не били Сейчас же сплошной ужас И сено косили, и огороды, все делали А сейчас это вообще Мы уже боимся здесь жить Но несмотря на это, покидать родные стены женщина не хочет Свиньи, огороды, что нам есть? Свиньи, огород, а что мы там есть будем? Ну поеду я там в то село И кто мне там есть даст? Никому мы не нужны Кто мне карташину, луковицу даст? Выехали к родственникам, побыли там полдня и обратно Но таких, как Мария, немного Жители все чаще едут в более безопасные места По дороге встречаем много покинутых домов Это Уграеды, еще одно приграничное село Шесть километров до вражеской территории И оно также под постоянными обстрелами На днях в этом доме погиб мужчина Пытавшийся помочь раненому односельчанину Взрыв произошел рядом с ним Я не видела, сын приходил, грузил Прибежал первый, а я не видела Беда не обошла еще одну семью Раиса Тихоновна показывает место, где лежала ее дочь Которой чудом удалось выжить Вот тут она лежала и кричала Сейчас в каком состоянии? Сейчас это кишечная рана, очень серьезная Кишечник пострадал, но спасибо врачам и Богу, конечно Что оставил ее живой Едва ли не ежеминутно пожилая женщина спрашивает Зачем россияне стреляют по домам мирных жителей? Страшно, страшно Страшно, у них, наверное, нет сердец никаких Наверное, каменное сердце Что они так делают нам? И собирает осколки снарядов, прилетевших с территории России Он кого хочешь убьет Пока мы общаемся, военные замечают над угроедами вражеский разведывательный дрон А это значит, что скоро может начаться очередной обстрел Поэтому нас настойчиво просят поскорее уехать Таким образом, россияне пытаются, вероятно, отвлечь внимание военных И частично оттянуть их силы с востока и юга на север Хотя не исключено, что и ищут слабые места Враг совершенно безосновательно и вне всякой логики Использует артиллерию, минометный огонь по общинам украинских сел И дело в том, что искать логику в действиях врага на этом направлении нет никакого смысла Опасность нового вторжения с севера украинские военные считают минимальной Но, несмотря на это, не теряют бдительности Он один из тех, кто прикрывает родную область от россиян уже полтора года Боец на псевдоворобышек, ростом где-то под два метра И соответствующего телосложения А еще он бывший пограничник, знающий эти места, как свои пять пальцев Я так думаю, как взводные, просто бьют Нас порагают Нас, я знаю, засты коллектив Мы никуда не придем Хай сумчане, все мои друзья знают, что мы никуда Мы отобьем, и все будет доброе Этот военнослужащий, как и многие другие, кто здесь уверяет, готов к любым сценариям Поэтому, говорит, будет защищать землю, где похоронены его родители до тех пор, пока будут силы Я сам себе сказал, что никуда Я не хочу по моим батькам, кто-то ходил грязным сапогом Из Сумской области Павел Васильев специально для марафона на телеканале «Фридем» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова